Привет, меня зовут Тамара с айтезисан.ру И последние новости с полей, что в Индии отменили обязательный 7-дневный карантин Хотя, если честно, его в принципе как такового и не было И все, кто приезжал в Гуа, у меня не за ни одного человека, кто бы его соблюдал А в Гуа, кстати, вообще в этом плане все на расслабоне Также отменили ПЦР-тест на 8-й день по прилету, который вот буквально недавно вводили Ему теперь уже сдавать не надо и подкреплять корсувитхи Также отменили тест, который вы сдаете Также некоторым группам стран отменили тест даже для въезда в Индию Но вроде бы пока Россия в этот список не входит Я думаю, через несколько дней уже будет понятно, как все будет происходить на практике И запишу уже новое видео Напоминаю, что для посещения Индии нужно сделать визу, туристическая виза Доступна с 15 декабря Она сейчас пока только на 30 дней Она однократна, то есть прилететь по ней можно один раз Находиться можно до 30 дней Потом вылететь и Хоть про коридор ничего на официальном сайте не написано Но как бы негласно исправила, что в течение двух месяцев после того, как вы вернулись из Индии Снова прилететь по этой визе не получится Пока я не знаю еще, кто так пробовал на практике И что случилось, развернули или впустили Ну как бы хотите, попробуйте, расскажите потом, как оно было Пока вот между коллегами информация такая про коридор в два месяца А вот коридор самой визы 4 месяца Например, как только вы ее оформили У вас есть целых 4 месяца для того, чтобы прилететь в Индию Виза остается пока все еще без консульского сбора, бесплатно Оформить ее можно самостоятельно на сайте посольства Предварительно во всем разобраться В интернете есть куча инструкций, в том числе и на нашем сайте Если вы не хотите разбираться в этих инструкциях, либо у вас что-то не получается И вы готовы за это заплатить То наше агентство делает эти электронные визы, оформляемые достаточно быстро Стоимость оформления от 1500 рублей, пожалуйста, обращайтесь Если вдруг у вас возникают какие-то вопросы при самостоятельном оформлении Пожалуйста, загляните на сайте, там есть телефоны техподдержки Напишите им, может быть, они вам ответят У нас консультации по самостоятельному оформлению на этом номере телефона Наши контакты указаны под этим видео Если вам нужно оформить, обращайтесь Также мы оформляем Эрсу Витху Если вы хотите оформить ее самостоятельно, можете посмотреть видео Там прям все подробно описано И тоже, если не получится сделать это самостоятельно, можете обратиться в техподдержку Если готовы оплатить услугу, 1200 рублей она стоит, можете обратиться к нам Делается она очень быстро Я думаю, скоро возможно что-то мне подсказывать Что будут еще какие-то изменения, их будет немало Это я прям бангую Но посмотрим, подождем, следите за нашими видео И не забывайте вовремя покупать Кстати, обратные билеты Они дорогие Вот я себе взяла самый дешевый Почти за 20 тысяч Из Дели Да, ну мне там Тинькофф вернул кэшбэк Также вот могу порекомендовать У меня есть партнера, который занимается билетами По промокоду ТамараВиза у вас будет целых 15% скидки Поэтому вы можете самостоятельно сначала заранее посмотреть билеты Например, на SkyScanner, Aviasales И выбрать билеты, написать Вадиму И уточнить, сможет ли он сделать Узнать все у него нюансы Слишком заранее это сделать не получится Например, вот в этот раз у меня сделать не получилось Потому что я брала билет заранее, более чем за месяц Вот, а он сейчас рекомендует из-за ковида Брать его все-таки поближе к датам Но вот, допустим, в Индию прилетел Ну, допустим, когда я летела в Индию Билеты я брала через него буквально за... У меня за 3, за 5, по-моему, я покупала всего билеты У меня вышла... У меня чуть-чуть побольше скидочка моя личная Поэтому у меня билет вышел... Только же у меня билет-то вышел Взяли мы Air Indus с 30 килограммами багажа Кстати, также он делает билеты, в принципе, по всему миру По России Можете обратиться к нему и за железнодорожными билетами Промо-слово Тамара Виза Он поймет Визу мы оформляем с гарантией Например, если вдруг вам пришел отказ Что бывает редко, денежки мы вам вернем Также можем отчитаться Вы не в никуда переводите ваши деньги Мы вам предоставим чек Зарегистрированный Можете посмотреть сайт наш Сколько он лет уже существует Там тоже наши данные все представлены Согласитесь, чтобы кого-то наегорить на полторы-две тысячи Такой сайт не создается И столько лет он в топе не находится Также нашему ютуб-каналу уже тоже Ни один, ни два, ни три года Поэтому можете смело нам доверять В каких-то случаях Например, если у вас несколько человек Можно сначала заплатить за одну визу Мы предоставим вам доказательства Кстати, с электронной визой Это сделать очень просто Потому что на сайте можно отследить вашу всю заявку Мы вам пришлем ваш ID-номер И введя его и номер вашего загранпаспорта Вы самостоятельно сможете отследить заявку И когда она будет готова Вы также можете самостоятельно зайти на сайт И проверить, что заявка действительно существует На ваше имя, с вашей фотографией, с вашими данными Отстерегайтесь мошенничества в интернете Доверяйте только проверенным агентам Всем спасибо за внимание Я думаю, мы уже очень скоро увидимся с вами В следующем видео с обновлениями До сих пор, к сожалению, нельзя эту визу оформить Моим любимым клиентам из Казахстана Узбекистана Ну, в принципе, это главные мои клиенты Больше всех их было из Казахстана К сожалению, пока все еще нельзя Еще ждем Может быть, все-таки будет уже Когда скоро какие-то обновления Белорусам, украинцам, россиянам Без проблем Ну и, в принципе, всем остальным, кто входит в этот список Всегда можно нам написать и узнать Входит ли страна гражданином, которой вы являетесь В этот список Ну и вопросы очень часто спрашивают меня Как сезон? Пожалуйста, большая просьба спрашивайте их в комментариях А не на рабочий телефон Потому что очень много звонков, сообщений, вопросов Я не только Индией занимаюсь Погода замечательная Природа фантастическая Море классное Народ подтягивается Реально народу стало очень много Когда я приезжала в ноябре Нас вот таких распрекрасных Можно было по пальцу сосчитать Сейчас туристов из России, из Европы достаточно много Понемножку происходят какие-то концерты Кафешки заполняются Жизнь кипит Не масками, а в Гуа вообще Ой, в Арамболе вообще расслабоны В ближайших деревнях Например, если вы поедете в Калангут Вот я ездила недавно Попросили маску надеть Вот в нескольких супермаркетах Больших, просто на входе А так кафешки Никто не спрашивает маску Чувствую себя здесь абсолютно спокойно Расслабленно И вот если честно Про ковид прямо забываешь Не хочется ни новостей Не читать, не смотреть И вообще про него ничего знать Просто отдыхаем от ковида Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!